Круглая печь в металлическом футляре. Как и большинство моих друзей, родственников и близких людей, я вырос в частном доме с печным отоплением. В доме, где прошло мое детство, основным отопительным прибором была круглая печь в металлическом футляре диаметром 650 мм. Даже в самые суровые зимы для отопления нашего небольшого дома хватало одной печи, и на весь отопительный сезон уходило не более чем две машины дров, что в денежном эквиваленте в ценах 2016 года составляет 8-9 тысяч рублей в год, 4-4,5 тысячи рублей за машину 6 метров кубических. Поэтому, несмотря на наличие перспективы появления трубы национального достояния от Газпрома, для отопления собственного дома я выбрал проверенный на собственном опыте бюджетный вариант, то есть круглую печь в металлическом футляре. Печь в металлическом футляре прочнее классической кирпичной печи, ее стены газонепроницаемы, а конструкция обладает повышенной пожаробезопасностью. Футляр печи изготавливают из листовой стали, он состоит из отдельных звеньев, бураков, высотой не более 700 мм. Высокие футляры неудобны тем, что вести кладку в них трудно. Для жесткости в каждом бураке делают два валика, один – вверху, другой – внизу, с отступом от краев на 20-30 мм или более. Соединяют их между собой так, чтобы нижний, или первый, бурак был немного шире второго, чтобы последний вошел в него. Валики препятствуют опусканию верхних бураков вниз. Материалы для устройства круглой печи в металлическом футляре диаметром 650 мм. Футляр из листовой стали. Кирпич печной – 55 штук. Кирпич печной М-250-200 штук. Дверка топочная – 1 штука. Дверка, отвод к дымоходу – 1 штука. Шибера – 2 штуки. Колосник 250 на 240 мм – 1 штука. Круг алмазный для болгарки диаметром – 125 мм – 1 штука. Термостойкая краска для футляра – пол-литра. Глина и песок для приготовления кладочного раствора. Круглая печь в металлическом футляре проста вкладки и равномерно прогревается. Если фундамент под вашим домом не представляет собой монолитный железобетон достаточной жесткости, рекомендую делать отдельный фундамент под печи трубу. Схема по рядовке выдры и распушки дымовой трубы я указывал ранее в телеграм-канале «Построим свой дом», ссылка на канал в описании видео. Каждый бурак должен быть строго вертикален. Швы между бураком и основанием плотно заполняют глиняным раствором. Установив первый бурак, ведут кладку внутри него с обязательной перевязкой швов. Особое внимание необходимо обращать на плотность прилегания кирпича к бураку и тщательное заполнение раствором всех пустот между ним и кирпичной кладкой. После кладки всей печи футляр очищают от пыли и грязи, сушат и окрашивают термостойкой краской. Здесь стоит отметить, что чем темнее цвет у печи, тем выше будет ее теплоодача. Во время топки, горячие газы из топливника по центральному дымоходу поднимаются вверх, под верхнюю перекрышку печи, оттуда по стенкам печи опускаются вниз и уходят в коренную трубу. Дым отводится из середины печи. Топочная часть нагревается сильнее других, поэтому кладку топки я вел из огнеупорного кирпича. Совмещать в одном вертикальном ряду глиняные и огнеупорные кирпичи не советую, из-за незначительного различия их температурных коэффициентов расширения. Некоторые кирпичи приходилось отрезать болгаркой. В отличие от печного красного полнотелого кирпича, огнеупорный кирпич, перед тем как резать, необходимо намочить, иначе алмазный диск может перегреться и выйти из строя раньше времени. Ну и конечно, не забываем надеть очки и респиратор. Всем удачного строительства!